Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православная программа Екатеринодарской и Кубанской епархий «Отче дом». С каждым годом все отчетливее видно, что церковь становится равноправным членом российского общества. И еще одним подтверждением этому стало подписание соглашения о сотрудничестве между Кубанской епархией и Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю. Со стороны епархии документ подписал митрополит Екатеринодарский и Кубанский и Сидор. А со стороны Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – его руководитель генерал-майор Александр Козликин. Подписание договора состоялось в епархиальном управлении, после чего стороны обратились с краткими заявлениями к прессе. По одному из таких соглашений, заключенных между епархией и региональным отделом Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю, работа ведется уже на всех уровнях. В этом мы убедились, побывав на одном необычном уроке. В конце марта в Краснодарской средней школе номер 101 состоялся необычный урок. Организован он был региональным отделением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю. На урок собрались представители этой силовой структуры, учителя, руководители общественных объединений, врачи и наркологи из разных уголков Краснодарского края. Открыл мероприятие руководитель регионального отделения по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Павлович Ведерников. Его речь и стала ориентирована в последующих прениях. А смысл разговора сводился к тому, что преступления и болезнь легче предупредить, чем с ними потом бороться. И краевое отделение Федеральной службы готово на любые контакты и взаимодействия с обществом и церковью, с тем, чтобы предотвратить в молодежной среде потребление наркотических средств, направить ее устремление к другим, более высоким и благородным целям. Андрей Павлович Ведерников оказался человеком разносторонним, не зашоренным рамками служебных дел. На другой же день после совещания он посетил комплекс Краснодарского храма во имя Рождества Христова, где с любовью приложился к святыням, выслушал рассказ настоятеля отца Александра Игнатова о трудах по выцерквлению детей и подростков силами прихода и всего благочения. Затем гости посетили русскую православную школу и рождественский детский дом. Однако главным событием того дня была встреча за круглым столом руководителя регионального отдела Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта Андрея Ведерникова, с руководителем епархиального издательского отдела Мариной Черкашиной и настоятелем храма, благочинным церкви 1-го Екатеринодарского округа священником Александром Игнатовым. Выдержки из этой беседы мы и хотим вам предложить. Тон беседы определили цифры, озвученные генералом. Например, 100 тысяч. Столько людей в России умирает ежегодно от наркотиков. И совокупный доход наркодилеров, торговцев наркотиков по подсчетам, понятно, что это не точно подсчеты, около 500 миллиардов рублей, включая, сказать, афганские натотрафики, картели, которые поставляют иную другую дурь. Придя на пост руководителя регионального отделения Федеральной службы, Андрей Павлович включил в свои служебные обязанности еще одну строку – работа в общественной приемной. Моя цель в работе в общественной приемной – это посещение именно сельских поселений, встречи с людьми, встречи с родителями, детьми в школах, с общественностью и, безусловно, помочь. Я не духовный наставник, чтобы помогать, укреплять дух, веру, но в любом случае мой опыт, жизненный опыт, возможность все-таки влияния на кого-то, ну, сделать выводы, направить своих подчиненных, подсказать главе администрации, доложить, сказать, губернатору края какие-то проблемы, которые остро стоят в том или ином населенном пункте. И это не только проблемы с наркоманией. Я вот посещаю, мне нравится, сказать, я живу этой жизнью, сказать, я вижу ее во всем многообразии, потому что нельзя проблему наркомании оторвать от всех проблем. Это не может быть такого, сказать, это не остров какой-то, сказать, да, наркомания отдельно, на острове, сказать, преступность отдельно, а хорошие дела отдельно, сказать, это все перемешано. Русскую православную церковь всегда заботил вопрос о духовной полноте человека. И если в душе его появляется вакуум, то остро встает вопрос, что его заполнит. Человек должен это не только слышать, он должен понимать, что это опасно не только для тела, но может повредить и душе. Поэтому есть как душевные опасности, так и телесные, и духовные. Вот о предупреждении детей, о ответственности по твоей сочности человеческой личности должен знать каждый подросток, о чем сегодня, к сожалению, в школах говорится крайне мало. В конце беседы стороны еще раз подчеркнули важность совместной работы в профилактике борьбы с наркотиками. Будем работать вместе. Спасибо, Господи. У православных продолжается Великий Пост. О некоторых особых богослужениях и праздниках в период этого душеспасительного подвига мы вам сегодня расскажем. А начнем с памяти святителя Григория Паламы. Святитель Григорий Палама жил в первой половине XIV века в Византии и был архиепископом фессалоникийским. Несмотря на аристократические корни и блестящее образование, он в возрасте всего около 20 лет удалился на Афон, где предался подвижнической жизни. Наиболее известно его учение о нетварных божественных энергиях. Именно оно породило в церковной среде того времени ярые споры. Его противники добились даже того, что святителя отлучили от церкви и заточили в темницу. Однако позже Константинопольский собор принял положение святителя Григория Паламы о том, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих своим нетварным благодатным светом, тем самым, которым он сиял на фаворе. Принято считать, что святитель Григорий был родоначальником эсихазма, той традиции духовной практики, направленной на богопознание и обожение. Однако святитель лишь богословски осмыслил и систематизировал ту практику духовного делания, которая была в ходу у монахов-отшельников с глубокой древности. Четыре воскресных вечера подряд в Великом Посту совершается особая служба, именуемая Пассией. Пассио в переводе с латинского означает «страдание». Богослушение это посвящено воспоминанию страстей Христовых, то есть тем страданиям, которые Господь претерпел для спасения и искупления человечества. В центре храма читается акафист «Страстям Христовым». В чинопоследование Пассии входит также евангельское повествование о последних, самых тяжелых днях и часах земной жизни Спасителя. Совершается Пассия четыре раза в пост по числу евангелистов. Хотя служба эта не предусмотрена уставом, тем не менее она носит неповторимо умилительный характер и настраивает на покаянный лад. Третье по счету воскресения Великого Поста посвящено Кресту Господню. Потому это воскресение и следующая за ним седмица носит название «Крестопоклонный». В богослужении этого дня соединяются празднования воскресения Христова и поклонения Кресту. Во всех православных храмах в это воскресение из алтаря выносится для поклонения крест, особо украшенный. В больших соборах архиерей и сослужащие духовенства обходят со Святым Крестом весь храм и затем уже полагают его в центре на Аналой. И снесение честного древа Креста Господня приурочено к середине Великого Поста в связи с подготовкой оглашенных к таинству крещения. По древней традиции крещение новоначальных приходилось наканун Пасхи, в Великую Субботу, и подготовка к нему шла как раз Великим Постом. Сперва как духовная поддержка оглашенных, а затем и всех православных, Крест Господень напоминает о грядущих страстях и воскресении Христовых. Тем самым обнаруживается и цель поста – сораспятие Христу для того, чтобы с ним и воскреснуть. В столице Кубани открылась очередная ежегодная весенняя православная выставка-ярмарка. Не только из России, но и из-за рубежа приехали к нам представители монастырей, храмов, изготовители церковной утвари и издатели православной литературы. Буквально за 3-9 земель из разных уголков России, ближнего зарубежья Украины, Белоруссии и Молдавии, а также с подворья Афонской горы и Святой земли прибыли люди для участия в православной выставке-ярмарке. Открылась выставка молебном, который совершило духовенство Екатерининского собора. Чин молебна называется «На начало всякого доброго дела», а дело и впрямь благое. Шесть дней у краснодарцев была возможность помолиться у святынь различных храмов и монастырей. Это главное, ради чего собрались здесь люди. Попутно можно было приобрести духовную литературу, церковную утварь, подарки, оказать помощь нуждающимся обителям и просто узнать о церковной жизни в других епархиях. В прошлом году у нас было 400 лет со дня основания монастыря. Впервые было патриаршее служение. Впервые за 400 лет приезжал святейший патриарх Кирилл. В этом году будет 150 лет со дня прославления Тихона Задонского. А вот раба Божия Иоанна трудится при монастыре во имя преподобному ученице Елизаветы. Монаши, устойчивых в монастыре, где-то около ста матушек. Монастырь очень молодой, матушки все молодые очень тоже там. У нас очень много своих мастерских, около 30. Делаем свою керамику, иконы свои, свечи. Елизаветинский монастырь основан по подобию Марфо-Мариинской обители. Кроме того, что мы трудимся по выставкам, ездим, еще окормляем в городе Минске все больницы почти. Минска рядом с нами психиатрическая больница находится, тоже окормляем, ходим туда. Также детские дома, взрослые, тоже дома инвалидов и деток. Православные ярмарки – древняя русская традиция. Сегодня она возрождается в противовес тем традициям, которые приходят к нам с Запада, навязывая России совершенно чуждую ей культуру, а правильнее было бы сказать – бескультурье. У меня муж серб по национальности, то есть это вековая как бы вера православная. И мы, естественно, когда есть такая благодатная выставка, приводим своих детей для того, чтобы в мире была любовь, добро, и чтобы это зарождалось в сердцах наших детей. То есть вы считаете, что эта выставка способствует? Да, не только способствует, но способна изменить мир. Отличие нынешней православной выставки от других в том, что в течение всех дней работали мастер-классы по рукоделию и прикладному искусству. Может быть, наш следующий сюжет подвигнет кого-либо из вас к делам благотворительности. Речь пойдет о нашей с вами памяти о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и о людях, донесших эту память до нас. На этой сказочной поляне во время Великой Отечественной войны в период битвы за Кавказ располагался советский полевой госпиталь. Через него прошли тысячи раненых бойцов и командиров, защитников Отечества. Здесь же, в армянском хуторе Поднависло, жила 17-летняя девушка Аршалуйс. Она-то и помогала врачам выхаживать раненых. Она же помогала и хоронить умерших бойцов. Во время войны здесь была санчасть. И солдаты, которых привозили сюда раненых, здесь они, кто-то выживал, а кто-то умирал от ран. И которые умирали, их здесь прямо вот под скалой хоронили в братских могилах. И солдаты, умирая, просили Аршалуйс. Они ее не Аршусь, а Шурочкой называли. Шура, мы умрем, никто не будет знать, где наши могилы. Ни наши однополчане, ни родные, ни близкие. А звери раскопают наши могилы и растащат наши кости. И она солдатам дала клятву, что она останется здесь и вот эти могилы сохранит. И всю свою жизнь она посвятила этому. Первый памятник от государства появился здесь в 1967 году. А первый мемориал в 1982 году. Все эти годы до самой смерти Аршалуйс Ханжинян была единоличным блюстителем могил, защитой и молитвенницей перед прахом русских солдат. Она четыре колышка воткнула, и вот она знала, что вот тут похоронен командир Ломакин. Вот там похоронено от 200 до 600 человек. Она конкретно знала, что между двумя яблонями. Вот здесь под яблоней от 160 человек, 26-й полк НКВД. Вверху, там на берегу речки, значит, 200 моряков, 76-я морская бригада. Вот она конкретно знала, где какая могила. В недавние годы здесь возвели две часовни – армянскую и русскую. А в прошлом году армянская община Горячего Ключа решила возвести здесь небольшой памятник своей соплеменнице. Ну, сейчас уже это стало общенародным, и многие хотят пожертвовать средства. Третья часть собрана, ну, еще нужно собрать средства. Если кто-то желает внести средства, то, пожалуйста, будем очень признательны. А почему не все мы – потомки тех, кто защищал общую нашу родину, невзирая на свою национальность? Часть средств уже собраны. Известный скульптор, наш земляк Владимир Жданов взялся за работу. Долго автор искал решение, а в результате скульптурный образ навеяла фотография. Вот это – Аршалусь Ханжаян на скамеечке. Именно такой ее помнили ветераны, посещавшие свою спасительницу в послевоенные годы. Ее христианская душа отошла ко Господу в 1998 году. Прах упокоился в небольшом семейном некрополе под огромным лесным каштаном. А памятник Аршалусь нужен всем нам, ныне живущим, да и будущим поколениям россиян, чтобы помнили грозовые сороковые, тот небольшой полевой госпиталь и скромную девушку Шурочку, по воле сердца, выходившую у многих наших солдат. А умерший Матран, сохранившая верность, прожив здесь рядом с ними всю свою жизнь. До свидания успешных подвигов в посту! Субтитры создавал DimaTorzok